Как бороться против этой системы, которая сожрет человека с потрохами, перемолит и будет работать дальше? Ну, вы знаете, это вообще как себя вести, каждый решается сам. И никто не имеет права ни задним честным вот так, как про Ирину говорить, это вообще некоторое кощунство, мне кажется, говорить, права она была или не права. Она сделала свой выбор, это выбор страшный совершенно. Она его сделала и сделала, и вечно и пасть. Но и про всех остальных тоже. Понимаете, мне кажется, что я никогда не осмеливаюсь никого, ничему призывать. Потому что человек может рисковать своей свободой, своей жизнью. Он не может рисковать жизнями других людей, мне кажется. Ну, кроме каких-то особых случаев, там, армия, война, когда командир обязан это делать, а солдат знает, что это будет делать, и знает заранее. Вот. А так нельзя к этому призывать. Особенно нельзя ни к чему призывать, если ты сам в безопасности. Понимаете, вот, в чем не важно, ты в безопасности по собственной воле, или как случилось, тебя выкинули, тебя изгнали, там, меня в самолет посадили и выкинули. Тем не менее, из ситуации безопасности ты не имеешь права призывать, рисковать. Вот, знаете, в Израиле говорят, ну, наверное, это не совсем правда, но принято так говорить, что мощь их армии связана с тем, что у них, мол, нет команды вперед, а есть команда за мной. Вот, но команда за мной, она, да, она действует. Поэтому, нет, никого нельзя ни к чему призывать. А что касается того, как бороться, знаете, в чем дело? Я очень боюсь этого всегда как-то, я знаю, когда я что-нибудь такое говорю, мне потом говорят, что я там всею панику и так далее. Но, тем не менее, я думаю, что мы, ну, вот, те, кто здесь, и те, кто за рубежом, те, кто против этой системы, мы не можем ее устанавливать сейчас. Мы не можем ее устанавливать, знаете, вот. Она действительно перемелет, перемолвает, как-то, в общем, уничтожит любого и пойдет дальше своим путем. Знаете, под танк, конечно, можно лечь, только танк не притормозит. Он пойдет дальше. Он переедет и пойдет дальше. То, что мы делаем, ну, мы в широком смысле слова разное, каждый в мере своих сил и готовности рисковать. То, что мы делаем, имеет смысл для нас самих, подольше всего. Для нас самих. Я выходил уже после 26 февраля, я выходил в пикет одиночный, где был написан на плакате «Нет войне, Путина в отставку». Я же не думал, что я остановлю происходящее или заставлю Путина в отставку. Ну, нет, конечно. Я делал это для себя. Я в какой-то момент помню, что если я этого не сделаю, мне будет противно в зеркало смотреть. Так что мы делаем для себя, как делали советские диссиденты, в том числе на территории тогда Украинской ССР. Советские диссиденты понимали, что они систему не сломают. Они ее, правда, не сломали на чьей-то степени, но понимали, что они сломают и действуют для себя. Кроме того, мы действуем для будущего. Когда весь этот кошмар закончится, все заканчивается, и это закончится, у нас будет задача, у нашей страны будет задача, у тех, кто останется у нее, если останется страна, у нас будет задача строить ее заново на руинах, абсолютно на руинах. У нас будет задача восстановить, я понимаю, что это странно звучит сейчас, у нас будет задача восстановить отношения с Украиной. Потому что мы с вами географически никуда только от дуга не денемся. Значит, надо будет восстановить отношения. Значит, надо, чтобы к власти у нас пришли люди разумные, поток. Чтобы они поняли, например, необходимость попросить разрешение у ваших властей и приехать возложить цветы к мемориалам ваших жертв, ваших героев. Чтобы они поняли необходимость выплата репараций. И не ждать, пока всякие международные суды потребуют сказать самим, да, мы будем выплачивать репарации, мы будем участвовать в восстановлении вашей страны. Ну и так далее, и так далее. А для этого должны остаться в России люди, которые вернутся в Россию люди с чувством собственного достоинства, с головой на плечах, с гражданской ответственностью. Мне кажется, что мы, если что делаем, то мы делаем это для будущего. И, опять же, для себя. Субтитры создавал DimaTorzok